Мур, привет друзья, с вами Зверько. Проясним сразу, я играю в английскую версию игры, а имя с английского произносится как Oldas. Кто не согласен и его от этого бомбит, можете выключать видео. Для нормальных же людей я продолжу. Зелёный гайд на Oldas. Этого бойца ждали многие, и я видел разочарование в комментариях, поскольку немного понизили рост его атаки. Но согласитесь, зачем нам в игре ещё одна имба? Две проблемы, с которыми сталкиваются игроки на персонажах-автоатакерах, а Oldas можно отнести к таким. Первое, это живучесть. Мы должны быть в бою на передней линии, либо атаковать со спины. Но в этом случае автонацеливание переключается на нас, и тут появляется проблема отхода. Эскейпа, как такового, у нас нет. Вторая проблема, с которой сталкивается, кроме Oldas, ещё и Аргус, перемещение. У всех персонажей есть навыки, дающие толику контроля. Замедление, перемещение, оглушение. Выигранное расстояние надо быстро преодолевать, да ещё так, чтобы была возможность нанести урон противнику. Вторую проблему я предлагаю решить с помощью необычного выбора эмблем. Итак, если у вас ещё не вкачаны сопутствующие эмблемы, вы можете взять эмблемы физические. С перком открыть огонь. Он увеличивает физическую силу после уроноспособности. Или эмблемы стрелка с увеличением шанса и силы крита, плюс перк. Мастер оружия. Он даст прирост урона под вещей. Но мой выбор – это эмблемы поддержки с тремя пунктами в ловкость, что даёт нам плюс 10% к скорости бега. И перком взять себя в руки, которая сокращает КД выбираемые способности. Удивлены? Так вот, смотрите. Скорость Oldas'а с сапогами-скороходами 392. Под вторым навыком 464. Это не в бою. В бою же – 352 и 393. Возьмём самого популярного мага рейтинга – циклопа. Со стандартными сапогами на ману. Обычная скорость бега – 285 и под вторым навыком – 369. Таким образом, без доп-эффектов мы всегда быстрее цели. А значит, будем настигать, если всё сделаем правильно. Плюс, в сборке также есть предметы для увеличения скорости бега. Теперь способности. Тут кому что нравится. Вспышка, спринт. Я же беру отспенение для массовых файтов. К слову сказать, наш щит работает тоже как отспенение. Даже радиус примерно тот же. К навыкам. Пассивка. Трансформация. Урон от каждой третьей автоатаки превращается в щит. КД навыка – 3 секунды. В идеале неплохо использовать первый навык на каждую третью автоатаку, чтобы был щит потолще. Можете или считать удары, или следить за значками бафов внизу экрана. Там тоже показывается накопление ударов. Первый навык – кража души. Олдас получает усиление для следующего удара с руки. Удар будет нанесен с большего расстояния и с учетом накопленных стаков убийств. Итак, внизу вы увидите значок, где будут отображаться накопленные стаки. Один стак – это плюс 25 урона к способности. Условия. Добивать надо первым навыком. За крипа и лесного монстра получаем один стак. За героя сразу 4 стака. Максимальный стак будет в 200. Это означает, что Олдас ударом первого навыка на 15 уровне будет наносить без предметов 4057 урона по цели без купленной брони. Сложность фарма. Союзникам плевать, что вам нужны стаки. Они часто будут у вас отбирать добивку крипов. Самый простой способ избежать этого – брать с собой в пати понимающего танка или саппорта. Второй навык – взрыв. Олдас накладывает щит на 2 секунды и становится невосприимчив к автоатакам. И получает на 50% меньше урона. Также получает ускорение. Но он восприимчив к контролю в этот момент. Так что вас смогут застанить, замедлить и тому подобное. Еще приятная часть щита. По окончанию действия он наносит небольшой урон и оглушает противников в радиусе взрыва. Детонацию можно ускорить, нажав навык раньше. Но тогда стан будет не 1 секунда, а полсекунды. Отличный навык для замесов. Также прерывают ульту Франка. Мелочь, а приятно. Ульта. Погоня за судьбой. После активации Олдасу и всей команде видно место положения противника. Зажимаете кнопку ульты и выбрав цель, устремляетесь к ней. Важно. Ваша команда и команда противника видят выбранную вами цель. И противники могут подготовить теплое приветствие. Поэтому лучше влетать в разгар замеса или чтобы добить беглеца. По поводу этого добивания. По прилету Олдас наносит урон, отталкивает противника и оглушает на секунду. Главное, не забывайте активировать первый навык еще в полете. Потому что его КД начинается с активации, а не с удара. То есть, нажимаете ульту, выбираете противника, летите к нему, нажимаете за время полета первый навык. Прилетаете, тут же даете ему в жбан. Активируете щит, его оглушает и еще раз наносите удар с руки. Так повторять до победного. Полет также можно прервать, если нажать на ульту снова. Что удобно для перемещения по карте порой. Если цель телепортируется, вы отправитесь к ее новому местоположению. Если цель умирает, вы прилетаете к ее могиле. Погрустить. Тактика. В сборке упор на внесение урона и скорость бега. Поэтому придется воевать осторожно. Наша первоначальная цель набивать стаки для первой способности. Чем больше стаков, тем проще это делать. И тем проще убивать противника соответственно. С этой сборкой лучше разбираться один на один. Поскольку мы вносим тьму урона. Но механика такова, что бесконечная битва нас лечит с автоатак. А дополнительный урон от первого навыка считается сторонним уроном. И не учитывается в отхиле, если у вас нет топора кровожадности. Впрочем, в массовой битве при наличии грамотного танка и контроля можно использовать оглушение от нашего щита. Плюс от вспенения. И по КД навешивать первым навыкам. Этого хватит для выживания. Ульту можно использовать и как засвет, и как путешествие, и уже озвученное добивание. Видите по карте, что вас готовится встретить? Прерывайте ульту. Незачем кормить противника, надеясь на авось. Особые тактики и приемов для Олдоса я пока не нашел. Сборка. Самое горячее в обсуждениях, как всегда. Конечно, берем что-нибудь на фарм леса. Смотрите видео о лесных предметах. После. Ярость Берсерка. Хоть криты и не стайкаются с док уроном от первого навыка, но они стайкаются с нашей автоатакой. И это все равно усилит урон. Кроме того, пока навык на КД, вам надо чем-то бить. Сапоги-скороходы я уже описывал. Бесконечная битва. Даст отхил с автоатакой, а также дополнительный чистый урон, реген маны и скорость движения. Еще одну ярость Берсерка, поскольку нам нужно хотя бы 50% крита. А если возьмем Фантом, то будет меньше физической атаки на 35 единиц. Теперь неожиданно. Кираса грубой силы. Ее очень усилили при реворке предметов. От нее мы получим и броню, и хп, и урон, и скорость бега. Будет отдельное видео по ней. Последним берем Клинок Отчаяния. Тут тоже урон и скорость движения, да еще прирост физической атаки при добивании. Такие билды я называю Стеклянная Пушка, поскольку урона много, защиты мало и вообще страшно, если выстрелит. Благодаря тому, что урон Олдоса от первого навыка больше работает как самостоятельная единица, его можно собирать как душе угодно. Тут главное набить стаки. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok